Привет, фанатам видеоигр! С вами вновь крупный игровой портал Game Awards. Сегодняшний обзор посвящен новой зомби-убивалке, действия которой происходят в Лондоне. Недавно вышедшая игра зомби, которой некогда была приписана буквой U, является тем самым зомби-шутером 2012 года, который был теперь портирован на современные платформы. И так получилось, что не суждено ей было долго пребывать в эксклюзивах на Wii U. Наверное, никто и подумать не мог, что так вот получится. Но кто мог подумать, что спустя три года игру пустят шляться с другими платформами? Останавливаться на сюжетной составляющей игры лучше не стоит, так как кроме вдоль и поперек размазанного сценария о зомби-апокалипсисе и герои, которые не имеют имени, ничего толкового не скажешь. Секретные лаборатории, отмороженные террористы, ученые-неудачники. Выбирать лишь вам причину того, как произошла эта эпидемия. Лично меня эта игра заинтересовала своим игровым процессом. Точнее говоря, идея. Идея заключается в том, что вам дают всего лишь одну жизнь на всю игру. И нет никакой возможности переиграть или же сохраниться. Хотя есть и обычный режим с сохранениями, пусть и нечастыми. Поэтому к прохождению игры нужно подходить с мыслью «умереть нельзя». И знайте, это правильное решение. Но перед тем, как вы сейчас услышите новую печальную историю по спасению жизни, давайте разберемся в том, чем вас собираются кормить разработчики игры. Игровая механика в зомби представляет собой какой-то тандем шутеров с видом от первого лица и классической игрой про выживание во время зомби апокалипсиса. Причем игра совмещает в себе сразу же несколько идей, которые присутствовали в других известных играх. К примеру, Resident Evil одарил игру суровой, а местами даже слишком жестокой нехваткой патронов. Я с каждым патроном таскался как с ребенком. Я его хранил и лелеял. Каждый патрон держишь до действительно важного момента. Но вот хрен знаешь, когда этот момент наступит. Иногда кажется, что ты в жопе просто каждый раз, потому что часто бита и даже лопата ни черта не помогают. Ко всему этому добавляло своего отсутствия частых сохранений и улучшения предметов на верстках. Так что в какой-то момент дырка, в которой я оказался, начинала сужаться. А вот атмосфера игры была точно взята из Land of the Dead. Поэтому динамика и даже частично бои имеют общие черты. Зомби, пусть не быстрее и их не так уж и много, но сука, какие же они живучие и смертоносные. Самое интересное, один укус, ты труп. Пять ударов, ты труп. Оказался неподалеку от взрыва, ты труп. Побежал не туда и тебя зажали, правильно, ты труп. Единственное, что меня порадовало, погибший игрок остается в том же месте со всеми собранными предметами. Так что как только вы получите нового героя, то можете пойти и попытаться забрать свои предметы уходячего трупа. От Dead Island игре достался ближний бой. Пусть и боевка не оказалась такой точной, как хотелось бы. Вспоминая рукопашный бой, наворачиваются слезы. Дело в том, что эта часть очень примитивная, так как была консолизирована. Вы не сможете отбить руку, ногу или яйца у зомби, только голову. И страшно то, что есть такие виды упырей, которых не берет даже десяток ударов. Что очень хреново. К счастью, если вы его завалили. Так как далее можно удерживать кнопку для того, чтобы добить его. Кстати, это я вам о ситуации 1 на 1. То есть, если вы встретите этого валуева в компании каких-то дрыщей, тогда они вас гнать будут до самого курятника. Если быть кратким и не вникать в каждый элемент игры, тогда геймплей таков. Ищем патрончики, не даем себя цапнуть за задницу, выполняем квесты, улучшаемся и все заново. Правда, тут все внимание уделяется в основном не даем себя цапнуть за задницу. Если цапнуть, тогда откусят знатный кусок булки. Учтите, мир же представляет собой поэтапные разблокированные локации. Открытых пространств нет. Хотя в каких-то местах иногда можно свободно двигаться. В игре мир может вполне легко вызвать клаустрофобию. Серьезно, все эти застанные тоннельчики, уголочки, улочки, дома, засранная канализация – это ваша дорога и поле боя. И, кстати, погибать вы будете чаще всего именно из-за этого. Игра еще очень сильно давит своей жуткой атмосферой. Она до такой степени нагнетает, что кишки сворачиваются. Хоррор-трюки вроде скримеров также имеются. Из-за желания сохранить свою хрупкую игровую жизнь, атмосфера становится в сто раз напряженней. Игра представляет собой прекрасную возможность попробовать себя в роли выжившего, которому нужно выживать, а не рубить зомби направо и налево. Сравнить выживание можно, пожалуй, лишь с DayZ, где также приходится постоянно суетиться и быть напряженным. Но разница в том, что игроки там были намного коварней. Да и паузы не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В итоге главная проблема зомби заключается лишь в том, что она опоздала. Если бы игра 3 года тому назад вышла и на остальные платформы, тогда игра несомненно бы удивила игроков. Сейчас же уже существуют куда более крутые зомби-убивалки. Однако определенной линейке игроков зомби все же понравится. Живая и качественная атмосфера сделала свое. Игра наверняка понравится тем, кто обожает жуткие хорроры с ужасной сложностью и качественной атмосферой. И, кстати, если вам надоела подобная тематики, если вам не приближайтесь к этой игре. Потому что эпичного путешествия тут не будет. И на этом все. Если вам понравился наш обзор, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Удачной вам игры, меньше умирайте и будьте крайне осторожны, Ведь никогда не знаешь, кто прячется за углом. Субтитры сделал DimaTorzok